Нашли дерево счастья. Во Владимире местные активисты пытаются обратить внимание властей на запущенный парк молодоженов. В народе его называют Козий парк. На него наступают новостройки и активисты боятся, что эти деревья вырубят. А ведь 50 лет назад их сажали молодожены и те семьи, в которых появился первенец. Одно из тех первых деревьев как раз и нашли владимирские активисты. Поставили рядом с ним табличку и теперь в парке молодоженов появилась береза счастья. Имя старейшему дереву сквера придумала известная в городе защитница зеленых насаждений Надежда Обловацкая. Нашли самую старую березу. Есть условное измерение возраста дерева по обхвату ствола на высоте полтора метра. И вот эта береза, она так стоит красивая, она такая вся пушистая и символизирует то, что и закладывали молодые люди 50 лет назад, чтобы у них на всю жизнь осталось счастье. Поэтому ее назвали березой счастья. Интерес активистов к парку молодоженов не случайен. Сейчас он находится в запустении и владимирцы решили привести его в порядок своими силами. Этот памятный знак активисты называют подарок всему городу к предстоящему празднику. На одной табличке в Козьем парке любители природы останавливаться не собираются, несмотря на то, что покупают памятные знаки на свои деньги. На этот, например, у березы счастья активисты потратили 2000 рублей. Люди действительно хотят видеть здесь место для отдыха. У нас есть идея дать имена и другим деревьям, заметным деревьям в этом парке, ухаживать за ними. Причем, поскольку это парк молодоженов, мы хотим дать им имена в честь семейных ценностей, семейных благодетелей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!